Всем привет дорогие зрители, это новый выпуск по клэша яли, ребят, честно, я поражаюсь с того, как у меня быстро прокачка карт растет и не обычных карт, а легендарных карт, и сегодня я прокачал еще одну карту, легендарную, на 4 уровень, и это, ребята, бандитка. Сейчас вы увидите отрывочек, где я прокачивал эту карту, я уже записывал до этого видео, но там звук не записался, поэтому перезаписываю еще раз, мне не впадло, потому что я сейчас проведу еще несколько онлайн-атак. Значит, еще одна легендарная карта, я подсчитал, у меня, по-моему, 9 легендарных карт уже 4 уровня, а я вам говорил, когда я практически все леги выведу на 4 левел, я хочу задонатить много гемов и сделать открытие легендарных Сундуков Короля, чтобы прокачать леги до 5 уровня. Если вам интересен такой ролик, подпишитесь на канал, поставьте лайк, и как наберется 10 тысяч лайков, значит я пойму, что такой ролик вы ждете, и я постараюсь его сделать максимально быстро. Ну что, собственно, я готов, вот такая вот дека, честно, колода не сильно мне нравится, но я ничего другого не нашел. Если у вас есть какие-то предложения мне по колоде, хорошие только, хорошие колоды, можете мне посоветовать что-то с бандиткой, потому что, ну, эта дека мне сейчас не заходит. У меня очень сильно контрит палач с торнадо, у меня контрит гигант, вот как только я ставлю сборщики, на меня сразу идет гигант, я ничего не могу сделать. Хога в мортиру, в принципе, я еще более-менее выигрываю, вот, а если есть противника торнадо, какой-то сплэш юнит, я, блин, ничего не могу сделать. Так, давайте бандитку, так, надеюсь, она сейчас уничтожит принцессу, и, да, отлично, и еще нанесет урон по рыцарю. Выбрасываем ночную ведьму, так, это, я так понимаю, спалбайт какой-то, да? Давайте здесь дровосека выбросим, так, ух ты, гигант, прикольно, а, еще и не в соло гигант, гигант с шариком, ну, ладно, мне нечего подбрасывать больше, я ставлю сборщики эликсира. Так, естественно, я вышку теряю, там уже не задефать ее, что он еще мегаминьон, а, мегаминьон это мой. Так, ну, самое главное, чтобы шарик не добил, не добей, а, ну, все, понятно, я все равно уже больше бы не получил, но, я сейчас буду атаковать его на трешку, если он тоже не сообразит и не пойдет меня намажить на трешку. Так, минус одна вышка, ну, там реально не было шанса у меня задефаться, там у меня только мегаминьон по воздуху. Так, 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 здесь подбрасываем бандитку, здесь мы выбросим поизон, выбрасываем поизон, хорошо. Так, надеюсь, принцессу сейчас как можно быстрее заберем, забираем еще рыцаря и, надеюсь, забираем вышку. Трешку, конечно, сразу не получится, мне бы самое главное вышку забрать, если вышку заберу, уже шансы у меня есть. Так, да, вышку забираем и ставим еще один сборщик эликсира. Не знаю, противник на трешку пойдет или на две короны, собственно, разница есть, если он пойдет на две короны, это очень круто. Да, он идет на две короны, так, здесь бандитка. Вышку, скорее всего, я снова теряю, потому что, ну, задефать нереально сразу шарик, у меня нету орды миньонов, вот. Ну, в принципе, можно запнуть сейчас, но это бессмысленно. Так, и мы переходим в атаку на три звезды. Так, на голема бы накопить, ставим голема, ставим голема, принцесса сагрилась на него. Давайте здесь поизон выбросим. Так, отлично, даже хорошо, что он отвлек сейчас гигантам моих юнитов, потому что так бы они от принцессы уничтожились бы. Хотя, нет, нехорошо, в принципе, скорее всего, это поражение, поэтому не буду даже больше пытаться. Хотя, что, я буду подкидывать юнитов до последнего, потому что эта колода, это хороший такой камбэк. То есть, она часто делает камбэки, точнее, не колода хороший камбэк, а колода хорошо делает камбэки. Ну, вот как сейчас вы видите, да, что я почти, почти забрал его на трешку, но чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не хватило. Ну, правда, ребят, ну, вы видели, шарик и гиганта мне нечем останавливать, то есть, ну, он выбросил шарик, выбросил гиганта, как мне, как мне его остановить? Тут только пушить, но, к сожалению, мне не хватило дури, и я не запушил его на трешку. Ладно, поехали дальше. Вот поэтому мне эта колода не нравится, потому что я, ну, много кому проигрываю, и что-то она вообще прям, ну, мало что контрит. В принципе, можно вместо пользования сюда взять еще миньонов, либо же взять ледяного духа. Здесь он был, да, но я колоду эту скопировал у топа, не знаю, он с ней играет, я тоже попытался. Ну, у меня с ней, честно, не сильно получается, но я вот решил просто записать видос с бандиткой, но колоду пока еще не подобрал. Запать я не буду, хотя надо запнуть, надо запнуть, иначе джи-джи. Так, надо было еще раньше запать, так у меня еще бы, это, там, дровосек бы выжил. Так, ну что, ставим, наверное, сборщик на ту сторону, на которой больше хп, на правую. Так, и ждем его атаки с хогом. Я думаю, что сейчас будет хог, ага, он выбросил, а, это с мортира. Колода быстрее ставить мортиру, ой, не мортиру, а ночную ведьму, выбрасываем дровосека. И сейчас, а, у меня запа нету еще, блин, беда, ребята. Так, давайте здесь мега-миньона, а, что мега-миньона, а зачем я выбросил мега-миньона, если там мортира все равно сагрилась на вышку. Ну, печаль, ребят, печаль. Ладно. Так, 1955 хитпоинтов. Я вроде бы, вроде бы догадываюсь, что это за колода, да блин, я уверен, что в этой деке нету, ребята, спелл. Надеюсь, потому что, ну, в основном не берут, если мортира спеллбейт с хогом, нету никаких, а, а, вот это попадлось, ребята, вот это реально западло. Вот, как назло, у него был фаер. Это, конечно, печально, я просто, ну, реально был уверен, что не будет, не будет у него ничего подобного, но, как назло, у него был фаер. Ладно, ладно, ничего страшного, я думаю, что все равно мы закомбетчим, сразу ставим голема на левую сторону. Ну, я думаю, сейчас пойдет атака на нас справа, но атака пойдет в соло с хогом, потому что рыцаря он только что слил, а значит мне мегаминьоном не составит вообще трудностей хога его уничтожить. Да, он мне там немножко продамажил, но это несущественные потери, поэтому я думаю, что вышку он у меня правую не заберет, не успеет, по крайней мере. Так, тут мы выбрасываем яд, тут у нас пойдет дровосек, так, пойдет у нас еще бандитка, готовим зап, вот он зап, отлично. Так, и, и все, и мы прошли к вышке. А, ну еще ж торнадо, да, еще ж надо использовать торнадо, естественно, криво его надо использовать, поэтому вышку он не забирает, остается 28 секунд. Это нереально снести, у меня много эликсира, у меня есть еще сборщик, я еще вот так вот могу голема поставить, собственно, да. И давайте здесь мега миньона выбросим, заранее, заодно будем сразу наносить урон хогу, здесь бандитку, ну и в принципе, в принципе все, 8 секунд, за 8 секунд невозможно. Зап, давайте запнем еще. Даже если бы он и забрал вышку, я думаю, чтобы мы правую башню его тоже запушили. Короче, я немножко затупил, когда поставил сборщики рядом, ну просто я реально думал, колода со спеллбейтом, сейчас я вам покажу ее. Ну вот она, колода, Мартира, спеллбейт и хог. То есть, тут нету спеллов, и это популярная колода, а у него, как назло, нестандартная, да, есть еще фаер. Слушайте, я хочу последнюю каточку чисто по фану, ребята, сыграть. Блин, думал, лего будет. Чисто по фану сыграть, смотрите, вот такую вот я сегодня колоду нашел в интернете, в интернете, в ТВ-Рояль. Вот, и хочу с ней сыграть, но вместо скелетиков взять бандитку. Ну, так, чисто по фану, посмотрим, что получится. Вот, единственное, что, ну я не знаю, как контрить лаву, вот как контрить шарик, вот. Но я эту деку нашел, блин, в интернете, в ТВ-Рояль. Давайте чисто по фану, последняя каточка, ребят, не пошла против спеллбейта, гребаного, блин, спеллбейта, ну и в Африке спеллбейт. Не зашла атака, не зашла мне атака, поэтому, наверное, еще одну, еще одну каточку сыграем, посмотрим, что получится. Просто против спеллбейта я ничем не могу играть, поэтому я там проиграл, и окей, как бы, все равно. Мне интересно, как против других колод эта дека работает. Так, ставим сборщики эликсира, ну и ждем, 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 ждем. Так, печка. Ну, тут два варианта, либо кургик, либо кладбище. А, может быть, и два в одном. И то, и другое, хрен его знает. Так, давайте выбрасываем принца. Так, ведьма. А, может быть, гигант? Может быть, гигант кладбище? Давайте здесь маленького дракона. Так, воздух мне контрить нечем. Блин, вот это минус этой деки. Так, давайте с помощью торнадо всех вот так вот подтянем, чтобы уничтожить, ну, попытаться, по крайней мере, всех. Но пока у меня так себе получается. Так, с ледяной дух. Так, принц и зап. Зап, срочно зап, быстрее скелетика уничтожить. Да куда ты пошел, принц? Да ты... Не, ну принц вообще офигел. Реально, парень страх потерял. Куда он? Вот куда он пошел? Вот он что, слепой, чем нашу вышку дамажит? Молодец, конечно, он тоже надамажил. Ну, блин, мог бы и постоять в обороне. Так, ладно. Счет мы практически сравняли. У нас еще два сборщика эликсира стоит. Это немаловажно. Так, тут у нас пойдет маленький дракон. Тут у нас пойдет ледяной дух. Так, в принципе, я думаю, что вместе с вышкой дракончик справится. Так, 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 скелетиков не пропускать. Дракон, держи оборону. Вот оборону вообще не держит. Так, готовим зап сейчас. Вот такой вот зап. Зап, да, зап, конечно, мощный. Так, ладно, давайте принца. Так, он сейчас поставит печку, я поставлю сборщик. Если пойдет гигант, сборщик ставить не буду. Хотя, ладно, поставлю сборщик. Даже если пойдет гигант, мне все равно цикл нужен крутить. Так, давайте. Осталось одна секунда до данного эликсира. И сейчас просто будем его пушить на трешку. Так, пошла у нас бандитка, пошел у нас ледяной дух. Надеюсь, что сейчас по-быстрому его забираем. Ах, он еще и с поездом играет. Ладно, ставим голема. А у нас есть какие-то спылы? У нас спылов нету, да? Но зато у нас супер мощная, быстрая... Не, у нас не быстрая, почему я сказал быстрая. Супер мощная и сильная пуш-колода. Наверное. Так, торнадо. Давайте мы тоже использовать торнадо. Так, еще ледяной дух. Хорошо. Так, его гигант, смотрите, не проходит. Мы сейчас второго, ребята, представляете, второго принца подбрасываем. Никакой пользы он его сейчас не затащит. Ничего вообще не спасет. Вот только мега-миньон может. Но там совсем мало здоровья. Два принца на карте. Да еще и восьмого уровня. Просто, дружище, я тебе, конечно, не завидую. Это страшное зрелище. Но ты проиграл. Отдай трешку. Ну, видно же, что трешка это. Принцы. Ну, там принцы немножко развернулись. Так бы была трешка. 93 хп. Да, там принца немножко отвлекли с помощью торнадо. Но в целом я доволен. Победа. Но это дека мне более нравится. Ну, такая по фану, знаете. Но не хватает воздуха. Вот лаве буду проигрывать однозначно. В общем, как-то так, ребятка. Ребятка. Ребятки. В общем, как-то так. Бандитка четвертого уровня. Значит, осталось совсем немного. И скоро будет открытие сундуков. Если ждете, ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам всем хорошего настроения. Удачи. Удачных каток. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok